Всем привет! Сегодня 23 февраля, сегодня суббота. На прошлой неделе я вам рассказывала о празднике Дне Святого Валентина, потому что было 14 февраля, а сегодня другой праздник. Сегодня русский праздник, который отмечают в России, и он называется День Защитника Отечества или неофициально День всех мужчин. 8 марта есть праздник для всех женщин, праздник всех женщин или Международный женский день, который отмечают в России и не только, который отмечают во всём мире, поэтому он называется Международный женский день. А 23 февраля, на две недели раньше, отмечают праздник всех мужчин или официальное название праздника День Защитника Отечества. Защитник – это человек, который защищает, например, солдат или военный человек. Обычно поздравляют в первую очередь тех, кто служил в армии или кто сейчас служит в армии. Когда я училась в школе, мы всегда делали маленькие подарки для мальчиков, которые были с нами в классе. А мальчики делали подарки для девочек на 8 марта. Потом, когда я училась в университете, я изучала литературу, и у нас был один мальчик на курсе, почти что одни девочки, то есть мальчиков практически не было. И поэтому мы не отмечали ни 23 февраля, ни 8 марта. Но мы любили всё равно этот праздник 23 февраля, потому что этот праздник не рабочий день, этот праздник выходной. И если, например, как сегодня праздник выпадает на субботу, праздник в субботу, тогда обычно получается три выходных. Часто пятница, суббота, воскресенье нерабочие или суббота, воскресенье, понедельник нерабочие дни. Поэтому все люди, даже те, кто не отмечает этот праздник, любят его, потому что у них один дополнительный выходной день. Итак, мы с котом, я и Малок, поздравляем всех мужчин, всех юношей, всех мальчиков, всех с Днём Защитника Отечества, с праздником, с Днём Защитника Отечества. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok